Слава Украине! Привет всем от Полонского! Газдурка Российской Федерации бьет рекорды идиотизма, и не только она. Начнем с Газдуры. Итак, Газдура предложила переименовать Финский залив в Кронштадтский или Невский. Видимо, им не понравилось название. Не, оно им точно не понравилось, потому что Финляндия у нас теперь член НАТО. Швеция тоже будет в НАТО, вот увидите. Вокруг, как говорится, Балтийского моря сплошные страны НАТО. России, так называемой, в Балтийском море делать больше нечего со своими самотопами. Единственное, где они могут более-менее спокойно курсировать, это Финский залив, Манюсенький. Вот там вот, 2 километра влево, 3 километра вправо. Вот там катайся, как говорится, на салазках сколько хочешь. А, у них же не салазки, как они там называются, не важно. Короче говоря, там сколько хочешь, там, собственно, и катайся. И они надумали, раз нас в Балтийское море, собственно, не пускают, но действительно, в море НАТО там вот с этим вот, с таким вот, самим, понимаете, каким рылом, туда не берут. Вот, ну, значит, будем кататься здесь, а здесь, значит, название не подходит. Финское, НАТОвское, какое-то еще название и в заливе. Переименуем его. Ну, да, действительно, этот залив, как говорится, финский, это нехорошо. Вот, но вы учтите еще один момент, что Санкт-Петербург назван немецким именем. Санкт-Петербург, да, тоже некрасиво. Вот. Переименуйте его тоже сразу же в Петроград, например. Тогда будет скрепно и то, что надо. А еще лучше в Ленинград. Тогда и будет еще и этично, и добавляет, как говорится, революционную такую горчинку пролетарскую под шкуру. Будет нормально. Вот, так что сразу задумывайтесь, два делать переименования, чтобы вернуть все, так сказать, в этот самый, ну, в зад. Вот, это первый момент. И второй момент, значит, этого мелкого, пухлого Кадырова еще раз наградили. Да, и так Адаму Кадырову присвоили звание Героя Советского Союза. Ой, не, 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 это я что-то ошибся. Ему присвоили на этот раз звание почетного гражданина Донецка. В котором он ни разу в жизни, судя по всему, не был. Да, таким образом, Мамкин Герой, точнее, скажем так, что дней, когда Мамкин Герой не получал какие-то на России награды, количество этих дней равняется теперь твердому нулю. Вот, значит, наградили и, да, за активное, как вы сказали, за активную жизненную позицию, которая там привела к дружбе между Грозным и Донецком, еще что-то типа этого. Я себе представляю, в каком ужасе сейчас все остальные главы российских городов, которые еще не успели объявить почетным членом Адама Кадырова. Это действительно большое безобразие, а его активная, конечно же, жизненная позиция не может не восторгать нормального человека, поскольку он активно ел манную кашу и активно испражнялся в унитаз, который у него, кстати, есть, а вот у большинства жителей Чечни, судя по всему, нет. Судя по тому, как они эти самые унитазы тырили с Украины. Ну, вот как-то так вот.